Чтобы вы понимали, насколько все соответствует тому, о чем вы знали, получим следствие из следствия сразу. Следствие из следствия – это оценка величины R от 3,3. Подставляем. 3 плюс 3, 6, минус 2, 4, да? А здесь 2. Чему равняется C из 4 кодов? 6. 6. То есть, то рассуждение, которое мы здесь в общем случае провели, и следствие с помощью треугольника по стали, которое мы получили, оно на самом деле тесно-тесно прижимается к той оценке, которая для 3,3 у нас была здесь. Поэтому, в частности, интересно рассматривать то, что называется диагональные числа Рамсея. Диагональные числа Рамсея – это те, у которых S и T совпадают. Они называются так по понятным причинам. Если мы записываем числа Рамсея в бесконечную таблицу, то на диагонали стоят как раз вот эти числа. R от 1,1 равняется 1, R от 2,2 равняется 2, R от 3,3 равняется 6, R от 4,4 вам писали, наверное, чему равняется. Я, честно говоря, не помню. По-моему, R от 4,4 известна. Чему равно R от 4,4? 9, а 9, по-моему, не равна. R от 3,4 равно 9, а R от 4,4 я не помню. Ну, вот R от 4,4 известна или нет у вас табличка была? Нет, нет, не известна. А какие оценки известны? Ну, R от 4,4 не больше, да, нет. Не больше чего? 18. Не больше 18 и не меньше? А не... Не меньше неизвестно? Нет. Не, ну известно, конечно, просто вам, видимо, не написали. Ну, давайте сюда подставим. 4 плюс 4, 8,6, да? 6 по 3. 6 по 3, это сколько будет 6 по 3? Это 20, наверное. 20. Да, за их 6 по 3, это 20. То есть, вот я в этом следствии сразу получаю оценку, R от 4,4 не превосходит 20. Но вам сказали, что вроде бы есть оценка 18, это значит, что для случая, когда S равняется 4, это следствие можно уточнить. Но это неудивительно, потому что мы же написали общее неравенство. Возможно, для S равного T равного 4, это неравенство подлежит некоторому дальнейшему уточнению. Ну, вот этого я сходу сам не помню, а рассказывать буду вам немножко другое. Да, но про R от 5,5 вам наверняка говорили байку, да? Если вот сюда посмотреть, то будет 5 плюс 5, 10, 8, да? 8 по 4, это 70, кажется. У меня они как-то в голове сидят, разницы. 8 по 4, чему равно? 5, 6, 7, 8, да? Поделить на 24. Да, 7, 7. То есть, 5 умножить на 2 умножить на 7, это 10, на 7, 70, да? Я не помню, правильно. Оценка 70, это, конечно, не означает, что число R от 5,5 действительно равно 70. Нижнюю оценку я не помню, я не помню. Там огромнейшая деятельность по поводу этих конкретных значений S, S и T. Огромнейшая. В интернете есть такой постоянно обновляемый, на Википедии, естественно, постоянно обновляемый сайт, в котором все время появляются новые оценки, новые значения числа Рамсея, которые людям удалось найти. Ramsey Numbers, числа Рамсея. Рамсей пишется вот так. Рамсей Numbers. В Википедии надо посмотреть. То вы найдете огромное количество разных оценок, неравенств, которые там получены. Но байка, про которую я хотел сказать, она другая. Дело в том, что я, конечно, не помню, как там снизу оценивается величина R от 5,5. Ну, не помню, у меня в голове все эти числа не сидят. Но чем-нибудь типа 40, то уж она точно снизу оценивается. Ну, сверху 70, мы выясним. Ну, я думаю, что наверняка 40 снизу не вернет, получается. Но точного значения не знают. И дальше хороший вопрос, а почему не знают? Ну, казалось бы, ну, давайте там, запустим компьютер, начнем перебирать какие-то раскраски. Слишком много вариантов. А вот почему слишком много вариантов? Чего слишком много? У нас же для каждого ребра есть либо лево-красный, либо нестый. Либо красный, либо синий, да? Ну, лево-красный. А это 2 в степени C из Н по 2. Да, это 2 в степени C из Н по 2. Если нижняя оценка в этом месте, например, 40, то перебор будет что-то типа 2 в степени C из 40 по 2. C из 40 по 2 это что такое? Это 780, что ли? Да, 780. Это 780. 2 в степени 780 это больше, чем, знаете, если представлять себе, что электрон это такой шарик. Хотя это смешно, конечно. Вас тут мучают физики, да? Или радуют. Но вы знаете, что электрон это не шарик. Но если считать, что электрон это такой маленький шарик. И вот эти электрончики, они плотненько так, как шарики, упакованы в объеме видимой Вселенной. А видимая Вселенная, сколько свет прошло за время существования Вселенной. Я не знаю, сколько Вселенной существует. Не помню точно, это в 15. В 13, так, наверное. Да, да, да. Ну вот если вы посчитаете просто по соотношению объем, а у электрона классический радиус это известно. Здесь минус 13 степени сантиметра. Не знаешь, что он шарик? Ну это такое. Условно. Но вот ты даже считаешь, что это шарик. И эти шарики плотно-плотно-плотно так, всюду упакованы. Ничего нет, людей нет там, ничего нет. Одни только электроны. Что в этом объеме видимой Вселенной поместится, ну что-то, я не считал, прикидывал там, что-то типа 10 в сотой степени, что-то этих электронов. А здесь 2 в 780. 2, да, 780. Ну, 2 в 780 примерно 2 в 820, гораздо больше. Да. Ну, по крайней мере, пока непредставимо даже, какая нужна техника, чтобы перебрать столько вариантов. Поэтому нужно думать, нужно придумать какие-то методы. Математически. Не тупо перебирать с помощью квантового компьютера, я не знаю, чего там еще, а вот придумать какой-то хороший математический метод. И вот этим занимаются люди. И на самом деле гораздо более интересно не подсчитывать конкретные значения числа Рамсея, а пытаться понять, как эти числа ведут себя с ростом s. Чему они точно не превосходят, чему они точно больше не равны. И вот к этому мы сейчас перейдем, и здесь как раз будет вероятностный метод. Мы обратно подкатимся к той теме, с которой мы уже достаточно долго возимся. То есть окажется, что вероятностная техника в этом месте очень помогает. Продолжение следует...